Специальная военная операция продолжается. Когда она началась, многие славянцы добровольцами ушли защищать интересы Родины. По возвращении они получат статус ветерана боевых действий. Первые удостоверения ветеран боевых действий участникам специальной военной операции были вручены в торжественной обстановке в администрации муниципалитета. Удостоверение вручали глава Славянского района Роман Сенеговский и исполняющий обязанности военного комиссара Александр Косогор. Глава района поблагодарил земляков за добросовестную службу, отметив, что люди, принявшие решение защищать Родину и выполнившие свой долг, являются сегодня элитой нашего общества, примером для молодежи. Подчеркнул большую заслугу их жен и матерей. Пожелал тем, кто в настоящее время продолжает службу благополучного возвращения домой. Я хочу сказать большое спасибо, что вы одни из первых, вот наши казаки и наши земляки встали на защиту Родины, одни из первых присвинулись, скажем так. Мы гордимся, это действительно настоящий подвиг и мне очень приятно, что у нас есть возможность сегодня и вручить вам удостоверение, и пообщаться, и в целом обсудить ряд вопросов. И победа будет за нами, надеюсь, мы правильно воспитаны, мы любим нашу Родину, поэтому всем мира, добра, всего самого доброго. Спасибо вам большое. Со словами поддержки и признательности к собравшимся обратился и исполняющий обязанности военного комиссара по Славянскому району Александр Косогор. Мы хотели бы выполнять с честью и достойную свой долг по защите нашего Отечества от нацизма, который творится на этой Украине. Поэтому, дорогие мои, я желаю всего самого хорошего вам, вашим родным. Для вас, военный комиссариат, всегда дверь открыта. Какие проблемы, которые будут возникать из вас, во время жизни вашей, пожалуйста, обращайтесь, будем лишать администрации вместе. Это все нерешенные, правильные будут вопросы. Указом президента России 3 марта 2023 года номер 141 внесены изменения в положение о военных комиссариатах, позволяющие военным комиссариатам рассматривать обращения граждан о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организовывать их выдачу. Удостоверения были вручены контрактникам, вернувшимся из зоны СВО, и бойцам из обровольческого отряда БАРС. В его рядах служил и наш земляк Павел Деревянко. Он был в штурмовом отряде и за проявленное мужество и отвагу был награжден медалью за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Павел Васильевич доброволец и считает, что те, кто действительно любит свою страну, дорожит своими родными, должен стать на защиту Родины. Кто, если не мы? Кто? Давайте все разбегимся, и что потом? Так получается. Кто-то должен это делать. Любить Родину, любить себя, беречь себя и боевых товарищей, свое село или свой город, свой район, ну и свою страну. Если не будем любить, значит, ну ничего не будет. Пустыня будет. Набор на службу по контракту продолжается. В числе тех, кто собирается снова отправиться в зону специальной военной операции, казак из станицы Анастасиевской Александр Сорокин. Он уже получил удостоверение ветерана боевых действий. Но считает своим долгом вернуться, чтобы завершить начатое дело до конца. Я понимаю так, что каждый мужчина, кому дорога жизнь, своих близких, дорогая честь Родины, должен обязательно выполнить свой долг и в священной борьбе против фашизма, нацизма. У меня есть военный опыт в прошлом. Я понимаю, что могу, несмотря на возраст, 61 год, оказаться полезным. Но я считаю своим долгом. Пока не будет выполнена основная задача – это уничтожить нацизм. Славянцы с честью выполняют свой воинский долг, защищая интересы Родины. Председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Казуб поблагодарил всех участников СВО и от их имени передал главе района знамя с передовой, на котором написали свои слова пожеланий нашей земляки. Это знамя будет бережно храниться в историко-краеведческом музее Славянска на Кубани. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко. Программа «События».